Иисус Христос Иисус Христос На кресте Он висел и умер. Третий день Он воскрес измертв, открыл нам двери в рай. И до сего дня, братья и сестры, нам, православным крестьянам, верующим людям, все дано, чтобы покаяться, чтобы спасти свою душу, чтобы принять эту любовь свыше, но и сам проявлять эту любовь в свою жизнь. Мы слышали Евангелие от Матфея. Был виноградник, который хотел уже собрать свой плод. Он посадил виноград. Он за это и, наверное, переживал. Проявлял внимание к этому делу. И пришло время, наступило время, чтобы принять этот плод. Он послал своих близких людей, своих рабов, чтобы уже этот плод собрать. А там были те работники, которые знали этого хозяина, виноградника. И как они поступили? Убили этих рабов, этих людей. Под плод не отдали. Этот виноградник вторично посылает еще людей, знающих, важных. И эти же работники их убивают. Думали все для себя оставить и сохранить. И этим как бы блаженствовать. Тогда третий раз виноградник, как мы слышали, посылает своего сына. Думая, что вот эти люди, тот народ рабочий, будут уважать моего сына, как самого себя. И они его убили. Святые отцы нам дают объяснение, что здесь для нас важный пример. Этот виноградник, это Господь Бог. И Он же посылает своего сына на эту землю, чтобы собрать верных людей. Те люди, которые приняли все, что Господь дал. Эту красоту божественную, этот мир, эту радость и эту любовь. К сожалению, когда мы грешим, мы духовно падаем и тоже как бы убиваем сына Божия. У нас сегодня божественная литургия, духовный пир, торжество. Но мы вспоминаем особое событие, память крестителя Иоанна Господня. Он принял мученическую смерть. Он был изглавлен. То есть, был другой пир, житейский пир, полный разгул. И дошло до того, чтобы великого проповедника, тот, который готовил путь для Спасителя мира, тот, который указывал на Иисуса Христа как Агнец Божий, земля и грехи мира, тот народ не слышал, не принимал эти слова и убили Иоанна Христителя, обезглавили. Какая страшная смерть, какое безумие. Но для нас сегодня это торжество, потому что мы прославляем этого проповедника и тот подвиг, который он принял. И Святая Церковь, Господь Бог, каждого из нас призывает принять свой подвиг и достойно себя вести, вот, участвовать в этих духовных пирах, там, где благодать, там, где молитва, на сей день имя Божье, все то церковное искажается. И как будто бы есть земная радость на земле, но человек страшно падает. А для нас важна духовная радость, церковные торжества, как сегодня отмечаем престольный праздник. И мы стараемся от нашего хозяина, Бога, всем сердцем, сей душею, принять Сына Божия в нашу жизнь. Мы его не убиваем, а принимаем и все, что он нам передал, тоже принимаем для нашей духовной жизни. Это же спасительный путь, не тот земной путь, который дошел до того, что убили Иоанна притечу. Будем стараться, братья и сестры, вести себя как подобает православному человеку, то есть всегда во всех минутах нашей жизни принимать Спасителя, как нашего Спасителя, воскресшего измертвы. Отмечая престольный праздник сегодня, мы благодарим Господа за то, что у нас есть свой храм, свой престол, где совершаются таинства, богослужения, где мы каемся и получаем прощение, и Господь же нам открывает путь в небесное царство. Прославляя Крестителя Господня Иоанна, мы тоже можем вспомнить другого Иоанна, это же Святителя Иоанна Шангайского и Стан-Францисского чудотворца. сегодня, 74 года тому назад, Он в этих краях совершил именно сегодня первую божественную литургию и указал верующим людям, что ваш престольный праздник будет именно в этот день, день памяти усыкновения главы Иоанна Притечи. И мы стараемся так продолжать в самый день, отмечая память Крестителя Иоанна и Святителя Иоанна Сан-Францисского и благодарим же Бога за этого святого, за то, что Он нам все дал. Нужно дорожить этим храмом, этим престолом и дальше его украшать молитвою и слез слезами, радости и слезами покаяния. Так поступает каждый верующий человек и мы так уже все эти годы поступали и я уверен дальше будем так же поступать прославляя Господа Бога Иоанну Притечу и святителя Иоанна Максимовича. Бога можно благодарить за эту Малую Пасху, за то, что у нас здесь свой храм и свой живой Иерусалим. Аминь. Благословение Господне на вас только благодатью и человеколюбие всегда ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok